Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Вячеслав Николаевич, синоптики уже объявили о том, что в этом году снегопады начались все-таки неожиданно рано. Не застали ли они врасплох жилищно-коммунальное хозяйство Гомельщины? Мы были готовы. В принципе, прогноз мы знали заранее. И там, где было необходимо, там техника выводилась своевременно. 27 числа, это когда был первый день снегопада, техника выводилась. Работало порядка 12 пескоразбрасывателей. 18 единиц техники убирали снег с проезжих частей. 2 числа справились своевременно. Вы сами видели состояние наших дорог, как города, так и за городом. То есть, да, сбоев не было, справились все своевременно. Ну вот существует ли, скажем, какая-то инструкция, по которой жилищно-коммунальное хозяйство должно убирать зимой городские территории? То бишь, какие именно это территории? С какой периодичностью вообще существует ли документ, который регламентирует вот эти все нюансы? Да, такой документ существует. Это не инструкция, это правило благоустройства и содержания населенных пунктов. В этом документе четко регламентируется порядок. В первую очередь выполняются работы по обработке противогололедными средствами и расчистке снега и наледи проезжей части. Потом идут рудуары, посадочные площадки остановок общественного транспорта. Также улицы, имеющие крутые уклоны, по которым движутся маршрутные транспортные средства, узкие улицы, а также мосты и путепроводы. Ну, потом уже идут пешеходные переходы, подъезды к медицинским учреждениям, школам и детским судам. То есть, вот это вот первая очередность по уборке снега. Ну, всегда, я так понимаю, представляли особую проблему дворовые территории, правильно? Ну, что касается дворовых территорий, то в первую очередь выполняются работы по расчистке подъездов в жилых зонах, подъездов к местам размещения площадок для сбора твердых коммунальных отходов. То есть, вот основные артерии, если их так можно назвать, которые проходят по дворовым территориям. Есть некоторые проблемы при уборке дворовых территорий, мешают работе техники транспорта. Зачастую приходится пропускать определенные участки. Также транспорт может мешать и складированию снега, который допускается в специальных отведенных местах на дворовых территориях. Хотелось обратиться к водителям, либо при выпадении осадков убирать автотранспортные средства, чтобы они не мешали работе техники, либо уже самим подключаться к работе и вокруг машин своих очищать территорию. Вячеслав Николаевич, скажите, а вот есть ли вообще такая практика, когда жилищно-коммунальное хозяйство оказывает услуги по расчистке территории частным домовладельцам? Вообще в этом году будут ли оказываться такие услуги? И в этом году, и ранее оказывали. Для этого необходимо лишь заключить договор с местной жилищно-коммунальной организацией. Ну и после того, как освободится техника, которая занята очисткой основных магистралей, вам с удовольствием выполнят эти работы. Вячеслав Николаевич, ну вот еще один такой непростой вопрос, скажем так. Наша обувь жутко не любит песко-соляные смеси. Скажите, может быть на этот раз, вот в этом году, что-то новое придумали? Чем будете обрабатывать? Территория. Ну здесь я вас ничем не порадую. Для обработки улиц в зимний период используется, как и использовалась, песко-соляная смесь, которая оказывает комплексное воздействие на обледенение дорожного покрытия. То есть, если говорить простыми словами, соли, ее составляющая способствует таянию снега, способствует таянию льда. Ну а песок как таковой улучшает сцепление с дорогой. Так что здесь в первую очередь ставится вопрос безопасности. Ну что сделаешь? Придется потерпеть. Ну а сколько изготовили вот этого материала, скажите? В песко-соляной смеси мы заготовили порядка 70 тысяч тонн. Это практически 100% запланировано на этот год. Как показывает практика, на зиму это хватает. При необходимости, если уже погода совсем подведет, данная смесь еще будет дополнительно закуплена. Вячеслав Николаевич, ну я так понимаю, что такая служба как ЖКХ не может работать без взаимодействия с синоптиками. С Гомель Облгидрометом как сотрудничаете? Расскажите. Мы заранее владеем информацией, владеем прогнозом. Гомель Облгидромет ежедневно информирует городскую и районные диспетчерские службы, организации жилищно-коммунального хозяйства о погодных условиях. Кроме того, параллельно работает и структура МЧС, которая заранее предупреждает о штурмовых предупреждениях. Что ж, мне остается только поблагодарить вас за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо.